МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любопытный журналист Анастасия и коварный веб-дизайнер Наталья. А жених у нас Станислав. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Я нападающий по жизни и спорте. Со мной пришли мои друзья Евгений и Надежда. Станислав. 23 года. Все его избранницы были слишком доступны. Никогда не мог отказать себе в близости, но после первого секса всегда терял к ним интерес и пускался на поиски новой пассии. Станислав студент Института физкультуры, мастер спорта по футболу. Гордится своей мамой. Предупреждает, что освободит свою подругу от готовки, потому что питается в спортивной столовой. Станислава не интересует ровесницы модельной внешности. Его идеал – взрослая активная барышня пышных форм, которая будет рядом с ним не только из спортивного интереса. Мальчик мой, мы рады, что вы снова с нами. Я тоже очень рад. Очень хорошо. А не обидно было, что в прошлой программе невеста выбрала не вас, а вашего друга? Нет, я очень за друга рад. Надежда, наверное, сейчас вам расскажет все, как у них. Надежда коварная. Я не коварна. Просто я считаю, что в жизни надо слушать свою интуицию и сердце. Вы мне тогда в тот раз советовали как бы один выбор, друзья советовали другой. Все хорошо. Я правда очень благодарна вашей программе за... Спасибо. Встречаетесь по-прежнему. И очень часто. Сколько уже по времени? Ну, полгода, наверное. Это строго. В целом симпатичный. В целом он не нравится. Ну да, ничего. Правда, я не очень люблю блондинов. Но я думаю, что мы это решим, это вопрос. В вашей личной жизни все, слава богу. Вы, ну, встречаетесь, наверное, со Стасом чаще. И есть возможность узнать его получше, да? Ну, просто как бы чувство, наверное, какую-то неловкость за ту ситуацию. Если есть возможность как бы наладить в своей жизни, помочь человеку, как бы уже зная его вкус, почему бы нет? Вот по поводу вкуса. Что за страсть к антиквариату? Просто мне... Почему тети Моти нравятся? Потому что первый опыт, наверное, был со взрослой женщиной. Ох, эти взрослые женщины опытные. Ну, это... Ой. Простите. Роза прям расцвела, я смотрю. Кстати, роза мне очень нравится. Ого! Презвожи! Не покраснела. Нет, на самом деле у всех мальчиков, как правило, стереотип женщины складывается с первого сексуального опыта, как правило. Я как педагог дошкольного образования, я это смело могу утверждать. Почему у меня не так? Кстати, вот последний опыт у меня был... Женщина была старше меня на два... ну, в два раза. Ну, гуляли в парке, я к ней подошел. Она не подумала, что маньяк? Нет. И стала говорить, маньяк! Я к вам сейчас спущусь! Или не на ее счастье было? Я просто получил, что хотел познакомиться с ней. Она шла, так я понял, что она никого не ждет, никуда не торопится. По ребрам ей, а потом Саечку заискал. Нет, я просто спросил, куда пройти, там, мне нужен был адрес куда-то. Оригинально. Как пройти и который час, девушка? Как пройти к вам домой? Она сразу пошла на контакт. Еще больше. Сколько бабушке был полтинник? Вот нормально, вот прическами, вот, ну, я не знаю. Мне тоже он не нравится. В волосах ветер. Ну, мы с ней познакомились, спросил имя ее, она мне сразу сказала. Тетя Наташа? Нет, тетя Лида. Тетя Лида. Баба Лида. Ну, короче, и закрутилась. Мы с ней гуляли... Послушайте, я вот, я, правда, никогда в жизни не было такого молодого пацана. Можно я вас обниму и почувствую, мне дальше будет легче разговаривать? Обнимите, это называется использование служимого положения. Женщины, склонные полность... Обними, как Лиду тут. Ну, в общем, я вам скажу, да. Смотри, шамплюс, он не заставит тебя никогда худеть. Слава богу. Вот, и не заставит готовить, он кушать в столовой. Шикарно. Может быть, он будет приносить даже блюдечки тебе. Да. Теперь я понимаю, я понимаю этих женщин, но не понимаю вас. Меня. А ровесницы, это же так клево. Это клево, но почему-то, я не знаю, мне интересно с ними общаться, когда у меня друзей много там, ровесниц. Но именно в плане... Ему мало ли что нравятся пожилые, ему еще и нравятся расположенные, так сказать... Он же гурмэ. Да? Да, конечно. Ну, в общем, тоже французы едят жирную и очень неполезную пищу. Еще никто не умер. Вот фуагра, например, или фуадуа, это же чистая гадость. Несмотря ни на что, он не вызывает у меня отторжения. И, знаешь, сказать, там, кто-то такая гадость, убежать. Нет, у меня нет такого позыва. Ну, возьмешь на руки, приласкаешь. Ну, хорошо. И с этой тетей? Что с тетей Лидой? Ну, с тетей Лидой... Нет, это ничего. Мы с ней... Я продолжу. Когда гуляли, я пригласил ее в кино. На мультике? Она на мультике. На Шрека, небось. Чтобы, можно сказать, так, убить время. И в темноте там... Мы пока там сидели, мы прижимались друг к другу. Мой мальчик! Ну? Распределение малолетних в темных залах кинотеатров России. К сожалению, она меня пригласила домой сразу. Для меня... Почему к сожалению-то? Так если голодная-то... Чуть... Чуть... Потому что я говорил, что если девушка сразу доступная, это не мой вариант. Одессе девушка. А ей, глядишь, второго уже раз так и не представится. Конечно. Не, ну может быть, да. Может быть. Честь, понимаете? Меня терзают смутные сомнения. Вот и оставьте эти сомнения при себе. Сегодня не твой день, Василиса. Мы запутались там, они обахдели. Нет, я правда... Подожди, я правильно понимаю, что сегодня твой день? Ну, как всегда. Мой день? Нет, ну вот он... Вот посмотрите. Он такой смазливый мальчик, да. Сделался ирокез. Настя, он тебе нравится? Он не нравится, правда. Мне категорически не нравится его ирокез, конечно. И вот, путаясь в ее жировых волнах на спине, пытаясь отыскать застежку от нижнего белья, все-таки у вас произошло. Да, она подошла. Я подумал, скажет, иди домой. Сынок. Завтра мы созвонимся. Я так и хотел. Ну, в плане. Я не собирался сразу к ней прыгать. Но не тут-то было. Да. Ты, как говорится, в дверь она вас сказала. Нет, малыш, раз пришел. А тебе умер писатель-порнограф просто, Лариса. Почему умер? Здрасте. Смешную профессию будем осваивать. Итак, молодой человек. Она мне задала вопрос, почему же тебя привлекают взрослые женщины? Смотри, как они ждут. Я ей сказал, мне нравятся пышные формы. Что у нее и было, кстати. Молчи, Надежда. Ну, так что было потом? Ну, потом и... Небо в алмазах, как водится, и надолго вас хватило? На этот роман, не в эту ночь, я имею в виду, а на роман. Ну, на один раз, к сожалению, я еще раз скажу, что она... Не любите достойных женщин, доступных. Именно, да. И что? Ну, в кино, на задний ряду. Нет, естественно, на полгода, мне кажется, это не головато все-таки. Ну, я не знаю, сколько он хочет держаться. Потому что у него это очень важно. Роза, ну-ка, свои вопросы про жилье и про деньги. Ну, какое тут жилье-то, господи, и так понятно. При какой-то красоте еще и богатый, да? Конечно, он футбол. Как говорят, у вас тут отар ту матч. Понятно. У него даже денег на пиджак нет, понимаете, чтобы прийти на передачу. Ему свой отдал. А вы-то, друзья, куда смотрите? А мы одобряем его выбор, поддержим, потому что в этом есть много плюсов, на самом деле. Например? Опытная, ну, взрослая женщина – это опыт. Она научит его всему, она поделится с ним, она сделает из него достойного мужчину и отправит по взрослой жизни. Да, она, да, прямо. Она будет делать, а потом отдать надо. Нет. А вы думаете, она с ним будет жить до глубокой старости? Он наберется опыта, повзрослеть с ним, поумнеть. Все парни учатся на взрослых женщинах. А потом уходят к молодым. Нет, ну, что значит учиться на взрослых женщинах? Ну, что, учебное пособие, что ли? Я не собираюсь выходить замуж, чтобы его вырастить, а потом за слугами. Учиться надо вместе как-то там. Давайте желаем. Ну, а что желать молодому пареньку-то? Сейчас разберемся по ходу. У нас карьера впереди. По сути, надо и девушку такую, которая, в принципе, и по возрасту могла подождать немножечко, но и проверить отношения. Но все-таки надеюсь, как бы, ну, со стареньким бабушкой надо завязывать уже. Не, ну или так, оставить их на десерт. Иногда там сходил, к ней даже ревновать молодуха не будет, правда же? Десерт я люблю, да. Да. Стас, я вам желаю встретить хорошую девочку, образованную, из хорошей семьи, которая будет вас обожать, а вас есть за что любить. И чтобы она вам была верной подругой. Жизнь у вас тяжелая, на колесах. Вас нужно понимать обязательно и вовремя уходить в сторону, потому что вам женщина не должна мешать развиваться. При этом хорошо бы, чтобы у нее было свое дело. Ну, не так, конечно, как у Виктории Бекхам. Ну, в общем-то, давайте туда будем. Будем мечтать о большом, чтобы хотя бы что-то процент на 50 у нас сбылось. Правильно? Пусть будет хорошая женщина, молодая, клевая, современная. Я думаю, что то, что вы называете своим интересом к зрелым женщинам, это нечто другое. У вас есть внутренняя тяга к стабильности отношений. И, может быть, внутренне есть такой перевертыш, может быть, кажется, что именно женщина этого типа стабильность обеспечит. Я думаю, что вы пока прежде всего нематериально, а душевно женщине можете эту стабильность гарантировать. Потому что вы будете еще довольно долго менять образы любимых женщин. И, конечно, вам подошла бы молодая, веселая, но не легкомысленная, а такая внутренне по-правильному серьезная, но внешне не обременяющая мужчину. Вот как только в девушке эти качества соединятся, я считаю, что вы с ней останетесь, и останетесь надолго. Ну, а пока вот это как фантазия, скорее, приходит. Вот то, что мы озвучивали до этого. Ну, в целом, приятный мальчик. Ну, немножко худоват. Мог бы быть, но можно накормить. Ну, ничего, наберет нас. Не переживай. Я почему-то ждала, что он будет более жилец. Идите, знакомьтесь с первой девушкой. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Я Лиза. Стас. Я готова тебе родить в футбольную команду. Отлично. Ну, спасибо. Проходите. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Фактурная. Она не подходит ему опыта. Не, ну, ладно, фактурная. Фактурная. Я, может быть, тоже фактурный. Фактурная. То есть, нас здесь не фактурный. Здравствуйте, Елизавета. С кем вы пришли? С друзьями Зинаидой и Антон. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Елизавета. 25 лет. Врач дерматовенеролог. Любит свою профессию. Мечтает купить белый автомобиль и похудеть. Предупреждает, что очень любит целоваться, когда выпьет. Елизавета 9 лет ждала, пока ее возлюбленный нагуляется и женится на ней. Но в итоге была приглашена на его свадьбу в качестве гостей. Надеется, что со Станиславом у нее будут здоровые отношения. Лиза, у нашего жениха такая бурная личная жизнь. Мы случайно по работе с ней не пересекались? Нет, не пересекались. Не приходила к вам? Нет, не приходила. Ну, слава богу, значит, грамотный. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Вот что удивительно, мне кажется, и она ему не подходит. И он ей не подходит. Слушайте, вообще тут никто не подходит. И он не подходит к нам. Лиза, ну у вас, конечно, история. Ну, история. Страшная. Страшная, да, да, да. Ну, это, наверное, было по молодости, по какой-то влюбленности. Я очень мечтательный человек. С восьмого класса вы были влюблены? Ну, где-то с девятого-десятого примерно. Где-то вот лет шестнадцать. А отношения начались уже лет в семнадцать у вас, да? Ну, да, семнадцать-восемнадцать где-то примерно. Ну, как начались отношения? Это, скажем так, мои мечты были, мои какие-то мысли. Но я строила себе иллюзия. У вас были и близкие отношения с ним? Да. У нас были поцелуи, у нас были близкие отношения. Но при этом я была номером два всегда в его жизни. А кто этот номер один? Другие девушки были номер один. Они менялись? Да. Но вы так постоянно номер два. Я постоянно была, да, номер два. Ну, если честно, не выглядите, мама номер один. Он однажды даже женился. Да. И вас пригласил на свадьбу. В качестве друга. Теперь мы дружим очень хорошо. А как вы себя чувствовали? Ну, знаете, когда прошло уже где-то два с половиной года, уже и чувства, я остыла уже, ну, как-то забылась. А зачем он вас, как вы считаете, пригласил на свадьбу? Ну, я думаю, что... Если чувства, как говорите, остыли, и он сделал предложение с другой девушкой, значит, он с ней встречался. Значит, там были отношения. Но изредка вы все равно с ним встречались? Нет, нет. Когда он встретил свою вторую половинку, на ком он женился, у нас прекратились вообще общения. Но вы его продолжали любить? Ну, больше да, чем нет. Но я медленно отходила, остывала. И вы уже стали не просто его «другом», в кавычках, но и другом семьи. Да. Она знала, что вы были любовниками, его жена? Она узнала, да. Вы даже иногда оставались ночевать у них? Да, я у них сейчас, мы очень дружим, редко мы видимся, да, во праздниках, но мы общаемся. Но вы хотите сказать, что как он женился, у вас не было ни разу с ним? Не было никогда, ничего не было никогда. И ездили отдыхать вместе? Ну, мы ездили отдыхать, да, в Сочи на три дня, на новогодний праздник. А зачем нужно? Вы уж и мазохистка. Ну, получается, что да. В этом плане я была дали. Но это не мазохизм, конечно. Вы хотели контролировать ситуацию. Вы не хотели отпустить его? Признайтесь честно, что вы хотели все-таки добиться своего... Я мечтала, что он увидит во мне вот того друга, ту девушку, что я всегда мечтала, что из дружбы может получиться большая любовь. Но, с другой стороны, ты не знаешь, что она какая-нибудь разратная. Они просто ходили за Роску, там, целовались, и не более того. А вот, тем более это жених нас шатого и ищет, дорожкой ходить. А однажды вы познакомились уже с реальным мужчиной в пробке. Да, это было нереально. Расскажите. Ну, в пробке обычно как-то бывает так, что много раз просили телефон, да. И тут человек как-то очень... Мне кажется, он как-то расположил изначально меня к себе вопросом ко мне. То есть я приоткрыл окно, я вижу, что обращается. Я открываю окно, и мне говорит, девушка, выходите за меня замуж. У меня как-то я в ступоре, я говорю, если мы сейчас здесь поженимся, народ, люди нас не поймут, потому что и так пробка. Но он говорит, лучше меня не найдете, действительно, там... Я говорю, ну, это можно еще проверить, пообщаться, да. Он говорит, дайте свой телефон. Я первый раз в жизни в пробке дала свой телефон человеку, совершенно незнакомому. А еще на будущее всем, а лица кавказской национальности... Это не лица, нет, слава богу. Нет, нет. Практически на первом свидании, говорит, роди мне сына. Да? Не знаю. Роди мне сына. Не встречалась с лицами кавказской национальности на свидании. Это вам на будущее, вам всего 25 лет. Поэтому не рожайте сыновей, ждите, пока вам сделают предложение. По первому требованию. И не выходите замуж, если вам делают предложение в пробке. Ну, вы, дурочка, дали свой номер телефона. Ну, я дала свой номер телефона, да, мне позвонили на следующий день, мы встретились с его друзьями. Я туда поехала, там, слава богу, были девушки и молодые люди. Очень здорово пообщались. Ну, человек был очень настойчив. А куда поехали-то? Поехали в кафе. В кафе. Но главное, что он не из Москвы. Да, он не из Москвы, он из города Саратов. Да, он приехал к друзьям в гости на три дня. И общение складывалось, скажем так, на этом свидании, да, то, что мы тысячу лет друг друга знаем, и что у нас уже семья, и как он будет вести себя в семье, как я буду. Я посмотрела на него, мне кажется, он идеален. То есть, как он, да, рассказывал обо мне, какой я человек, что в жизни у меня было. То есть, ну, действительно, может быть, у него какой-то дар. Вы понимаете, что существует миллион курсов, где их просто на усть, дрессируют. Именно так относиться к женщинам. А нам что нужно? Включайте мозг, вы же взрослые с высшим образованием женщины. Это профессиональные ловеласы. Я вам первую говорю, выходи за меня замуж, я только такую ждал всю жизнь. Ты будешь моей женой, роди мне ребенка на первом свидании. Я согласна. И женщина считает, что это уже навсегда. Мне кажется, она такая скромненькая, мне такая скромненькая. Посмотри, в глаза она совершенно не скромненькая. Мне кажется, кое-что она даже благополучно утаивает. Хорошо, потом он вернулся к себе в Сарат. Да, вернулся к себе в Саратов. И говорит, приезжай ко мне, да, Лиска? Да, да. Вот получилось так, что мы созвонились после Нового года, когда я вернулась. Вы буквально сразу же билеты к нему туда? Ну, вот благодаря моей подружке, да, которая меня говорит, езжай. Такое бывает раз в жизни, мало ли. А вдруг судьба. А вдруг судьба. И встречает он вас без цветов? Да, без цветов, с двумя магнитами. Угрюмый. У нас с папой. Саратов, да, с папой встретил меня. Тут же повез домой, познакомил с мамой. То есть у нас только было, скажем так, серьезно. Баньку истопили. Да, баню истопили. Пригласил меня пойти в баню, куда я не пошла. Но он-то стоял уже там, да? Ну, он уже был к чему-то готов. На изготовке. Да. Ну, и вас между ножьем-то было не удивить. Это ваша профессия. Это моя профессия, да. Поэтому я вышла, то есть тактично, да, и сказала, что ты парься, а я подожду здесь. Вот. А я вот с тобой парься и собираюсь. Да. Ну, и в итоге так получилось, в общем, в двух словах. История закончилась грустно, потому что случилось какое-то несчастье. Он куда-то поехал отдать какую-то другую карточку брату, что-то такое. Нет. И в итоге он пропал. Какого несчастья не случилось? Ну, нет, счастья, на самом деле. Он снял гостиницу на несколько часов. Нет, до утра, да, потому что мне надо было уезжать потом на следующее утро домой. Не у родителей, естественно, оставил вас, не у себя? Нет, не у родителей, да. А в гостинице. Родители за городом. Он очень настойчив. Ему нужно было обязательно с вами переспать. Ну, а как раз уж приехал, он тепленький. Да, да, нет, да, конечно, он был настойчив. Я сказала нет. Он поехал, да, он поехал к своему брату отдавать карточку. Я говорю, мне некомфортно оставаться в этом месте одной, ну, потому что я не знаю города. Никакой карточки, конечно, он не ездил, никакому брату, потому что понял, что тут порожняк абсолютный. Он уехал и не вернулся. Такое ощущение, что он сейчас заплачет. Ну, потому что когда, знаешь, видно, больной, это еще место. Пришла, по-моему, не замуж выходить, а пожаловаться на себя. Почему так себя не любите, не уважаете? Кто они такие, мужчины? Что вы одного не на темтое катанье просто высиживали, в душу вынули из этой семьи? Уйдите. Второму стоило только вам... Ларис, мне кажется, это каждый раз, как в последний раз. Кажется, что вот эти отношения, это на всю жизнь, навсегда. И она пытается уцепиться и удержать. А если бы вы приехали в Саратов, а он бы вас пригласил, ну, фантазируйте немножко, не в семью родителей, а каким-нибудь уродом бы, уродом друзьям бы, прошлись бы они по вам, и не сидели бы вы сейчас здесь. Слава богу, что... И кто бы вас искал? Закончил. Вы-то включайте мозг, девчонки. Ну, мама не научила, что нельзя, не во все двери открыты нужно идти. Мама не знала, мама думала, что я на даче в гостях. Мама не знала, эх, вы дуры, вы дуры. Ну, она очень милая. Мама не знала, мама не знала, мама думала, что это лифт. Стоислав, а у вас в команде все такие любопытные, как вы? Это я на случай, если Елизавета будет представлена в команде, чтобы она без работы не осталась. Нет? Нет. Ну, поддерживать будет ваше здоровье там. Кстати, я узнал, что она близнец, мне это мой любимый знак, кстати. Ой, как милая. Все астрологи. А не смущает, что молодой? 23. Ну, два года разница. Ну, люди все возрасты покорны, я считаю, что... Наоборот, надо мужа брать младше себя, дабы в более зрелом возрасте не искать молодых. А вам сколько? 29. А вы замужем? Да. Пять лет, десять вместе, муж младше на год. А я считаю, что пора на сюрприз смотреть. Да, хорошо. Я предлагаю заняться творчеством вместе. Давай. Одевай на боку. Да, одевай сверху. Сейчас мы чуть переструхим. Пожалуйста, маркеры. Проблади цвет, да, который тебе нравится. Слани поближе. Покраснела. Выбрал наш любимый клан. Кунемся в детство. Верки, берли. Мне чуть попроще. Вот как надо будет. Все. Если ты выберешь меня, мы вместе в них выйдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. Спасибо. Проходите. Да, Лиза. Жизнь. Нормально все, я пройду. Облизывается так плотоядно. Понравилось, видать. Понравилось. А ваш типаж женщина. Да. Кстати, очень даже типаж мой. Ей за что подержаться. А вам? Какая, друзья мои? Хорошенькая, милая девушка. Очень открытая. Надежда, понравилась? Интересная. Мне не понравилась. Почему? Ну, мне вот не обижается, правда, Стас. Мне кажется, они просто по психотипу разные. Точнее, наоборот, они слишком похожи, чтобы быть вместе. То есть она такая спокойная, он такой спокойный. Мне кажется, ему нужна более драйвовая. Ой, Надь, тебе не нравится никто, кроме себя. Ну, вот, конечно, история с Елизаветой, вот с этим ее возлюбленным, но уже и уходил к другим. И женился уже, и ребенка родил. Ну, как, а где гордость? А где чувство собственного достоинства? Ну, уйди ты, боже мой. Это ощущение, что тебя держат из жалости. Ну, приходи, ну, оставайся. Я так думаю, пока Елизавета просто не пересмотрит что-то в себе, не будет она счастлива. Не ведь портит тем самым мужчиной. Ну, конечно, как можно было поехать? Это же, ну, я уже сказала, это же просто элементарно опасно. Все это так... Лариса, это, конечно, взгляд и снаружи, и это взгляд абсолютно правильный для нас, для всех, для людей. Но если заглянуть в гороскоп, изнутри посмотреть ситуацию, мы увидим Луну под влиянием Плутона в гороскопе Елизаветы. Это ситуация, когда человека некая навязчивая идея может просто пожирать изнутри. Вот если она захотела чем-то обладать, появляется такая, ну, внутренняя жадность. И человек не способен остановиться просто. А что делать тому, кто не хочет, чтобы его сожрали и чтобы им обладали? Ну, прежде всего, самой Елизавете в этой ситуации нужно, конечно, себя учиться контролировать. Нет, я считаю, они хотят историю прошлого. Я рассказала историю из прошлого. Я пришла сюда за настоящий, я не понимаю, что это обсуждать. Да, потому что ты оставила все позади. Если бы не было позади, мы бы здесь и не сидели. Я бы сюда не пришла. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Станислав. Идите знакомьтесь со второй невестой. Привет, Стас. Привет. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Давай поговорим. Такое ощущение, что она губы себе специально сделала, чтобы только губам привлекать себе внимание, вот эта вот сжиманность. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, с кем вы? Это мои друзья Влад и Игорь. Очень приятно. Давайте на вас взглянем. Анастасия, 20 лет. Студентка факультета журналистики. Пишет статьи для спортивных журналов. Гордится тем, что свободно говорит по-английски. Мечтает жить на туманном альбионе. Признается, что является футбольной болельщицей. Предупреждает, что не всегда отвечает на телефонные звонки. Первый избранник Анастасии был хорош собой, но без толков. Второй очень умен, но чуть красивее обезьяны. А третий просто прекрасно целовался. Надеется, что Станислав окажется ее идеальным мужчиной. Да, помотала вас, Анастасия, жизнь. К 20-ти годам. Да, да, да. Ну что, начнем давайте с хорошего настроения, с красивого. Что у вас там с ним не заладилось? Мне было 17 лет тогда. Я была еще малыш, чем сейчас. Он был турком, мы познакомились в институте. И он вообще не говорил по-русски. Вообще ноль. Вот, я такая думаю... Ну, он был очень красивый. Я звала его Куколка, все мои друзья звали его Куколка. Он отзывался и думал, что это какое-то очень ласковое имя по-русски. Вот. И, значит, у него был брат, который очень хорошо говорил по-русски. И он нас, собственно, и познакомил. Ой, ну вот в общении с турками тебе что, мало что русских мальчишек. 20 лет девочки, она уже успела в отношениях с турком побывать. Это что вообще такое? И он, значит, такой, мне говорит, через полтора месяца, мол, там, я тебя люблю, люблю, куплю, я тебя повезу в Турцию. Ага. Девочку малолетнюю, да, да, да. 17 летка. Уже девушка с прошлым, ну, конечно. Не, никуда, короче, не поехала, и вообще все были против. Вот. И он такой мне говорит, никуда не ходи со своими друзьями, никуда вообще не ходи. Ага. Ну, нет, ну, колечко подарил или дубленку там. Ну, он мне дарил колечко. Дарил? Дарил. А дубленку? Дубленку не дарил. Или там ковер, например, какой привез. Ну, посмотрите на ее взгляд. Я сказала, так и будет. Ну, что это такое-то? Ну, что-то рановато, столько понтов 20 лет. И, в общем, с ним закончилась история, как он выучил русский. Закончилась история как? Он мне позвонил однажды и сказал, вот, ты там, я собиралась на день рождения к своей подруге с ребятами. Он мне позвонил и говорит, ты никуда не пойдешь. Я говорю, почему я не пойду? Он говорит, потому что там и ты моя девушка. Я говорю, слушай, ну, что-то я не вижу логики, собственно. Моя подруга, там будут девочки, там, друзья наши институтские. Он говорит, нет, никуда не пойдешь. Я говорю, ну, не пойду, и все. И делит его номер из телефона и пошла искать другую куколку. Вот. Нашла другую куколку. Он был моим одногруппником. Он был не очень хорош с собой, но он был очень умный. Вы не представляете, он был такой умный. Но страшный. Нет, ну, он не страшный, он харизматичный. Вообще, красота в мужчине это не главное. Это все бред. Это что-то на него смотрится, говорит. Пусть поучит, но... А что главное, если не красота? Ум. Красота же пройдет когда-то. А ум, тебе с ним жить всю жизнь. И вот умный встретился. Умный, да. Он был очень умный, он мне помогал делать домашние задания. Вот. И он был очень хороший. Полезный был человек. Полезный. Полезный в хозяйстве. Ну, вы не думаете, он вообще не обращал на меня внимания. Я уже там и так, и сяк. Я даже ему подарки покупала. Вообще не обращала. Пока его пятым номером к стенке не прижала и сказала, слышь, парень, что происходит? Что тебе не хватает? Собственно, так оно и было. И взасос его так. Оказалось, что он был влюблен в мою одногруппницу, ботаничку, которая незнакома со школы и не общалась два года в институте, потому что что-то у них там на выпускном произошло. Ну, разве это препятствие было для нашей Анастасии? Слушайте, ну, я взгрустнула тогда и решила, что он не хочет. То есть, все-таки не поперли на пролом? Да нет, ну, я думаю, советую любовь. А честь мужчин не хочет. Куда тут деваться-то? Ну, и дальше куда пошла? Дальше следующая куколка. Он был футболистом. Да, он был хорош с собой, но не очень умен. Мягко говоря, не очень умен. Он не читал вообще ни одной книги, по-моему. Он целовался так просто мозг. Ну, да. Взрывался. Наша невеста тоже целуется так, что мозг взрывается. Не, не мозг. Откуда ты знаешь, как я целуюсь? Расскажи-ка. Я надеюсь. Наслышим. Он был постоянно на сборах, то есть он там вот два дня дома и пять дней, там три дня на базе, два дня каких-то сборок. Я его вообще не видела, но это было удобно до поры до времени. Вот, и потом я поняла, что он на этих сборах, интернет-знакомство, вся вот эта история, значит, у него пошла. Я один раз спалила, и все, куколка тоже у меня закончилась. Знаешь, вот пока она молчит, она выглядит как-то вот, не знаю, мне кажется, она как мило, что ли. Она открывает рот. Лучше бы она молчала. И сразу, да, и сразу возникает ощущение, что она хочет закрыть рот, ну, просто всем, кто находится рядом. Вы помолчите, а я скажу. Настя, вы такая классная. Вы самая сексуальная девушка, которая была у нас здесь за четыре года. Ой, спасибо. А вы подслеповата? Слеповато? Нет, у меня такой разрез глаз просто. Это ваше естественное вот такое прищур состояние? Да, да. Или вы плохо видите, или вам кто-то как-то сказал? Нет, я вижу отлично. А ну, откройте глаза, удивитесь. Ну, я даже не могу, я вот так привыкла, я всю жизнь так хожу просто. Вот с такими глазами. А реснички приклеены? Нет, свои. Все свое, все свое. Да, и губки тоже. Губки свои. А скажите, скажите, пожалуйста, а вот вы готовы? О, готовы. Зачем ей говорить? Да она вот, посмотри, какая прелесть. Не знаю, что они мне там красиво сильно нашли, кроме огромных губ. Вот если на первом свидании готовы? Нет, вы что? А что ты имеешь в виду? Да, вот во-первых. Да нет, с любовью. Да вы что? Нет, мне кажется, такая прижмет к теплой стенке. Нет, она... Слушайте, вообще должен мужчина поухаживать. Как-то походить. А поцеловаться вы готовы? На первом свидании? Ни за что на свете. А цветы, а конфеты, а кино, а концерты. А если душа просит? Что просит? Ну, душа просит. Прям вот увидели. Не, у меня душа не просит. Ну и слава богу. Сюрприз покажите. Спасибо. Сюрприз покажите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Проходите в свою комнату Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 И параметры ее совершенно не нужны. Слава, вы такая абсолютно фелиневская женщина. Если бы Фелиней был жив, и он снимал бы что-нибудь в России, он бы вас обязательно пригласил. Потому что вы такая абсолютно красавица-мама Рома. Спасибо. Потрясающе, потрясающе. Ты когда приходишь домой, такая женщина говорит, ну вот, наконец-то ты пришел. И пельмешек тебе стук сто положил. Да. Да? Стук сто. Зачем тебе, вот, парень 23-летний, мне кажется, просто в 29 лет, объясню, к чему вопрос. Наверное, просто задумываешься на перспективу создания семьи, детей, мужчину, как ты ищешь более, который тебе, наверное, много даст. Он пока только начинающий футболист. У него еще несколько лет уйдет вот на разгонку, чтобы, там, сколотить себе материальную базу, там, встать как-то на ноги, окончить, там, институт. Надежда, а вы, знаете, готовы ли ты ждать, допустим, лет пять, к примеру, пока он садится? А не у всех женщин желание сколотить что-то, жить в росте? Нет, просто в росте 29. А к тому, что, допустим, мне 28 лет, я смотрю на перспективы отношений, там, на семью, на то, как мужчина ко мне относится, на то, допустим, к чему он стремится в этом плане. А он еще немножко молоденький. А он еще немножко не может зарабатывать пока сегодня из тех денег, о которых мечтаете вы. Но Наталья, может быть, об этом не думает. Вот я и спрашиваю, как бы, вот тебя устраивает такое? Ну, вы просто не дали мне возможности ответить. Я думаю, что все покажет время. Изначально я готова ждать. Я еще раз повторюсь, я готова к отношениям. Мне нужны отношения. Я готова создавать семью. В принципе, я не стремлюсь к каким-то материальным благам. Да, конечно, неплохо, когда они есть. И ребенок может не помешать. Нет, материал, я не говорю, что там олигарши. Но все равно мы ищем, как бы, вот, защищенность чувства, чтобы мужчина вот дал вот эту какую-то... А может, финансовую стабильность и душевную стабильность? Вы понимаете, с меня переложите на себя защищенность? В любом, даже в 20 лет. А кто-то ищет всю жизнь, любви, молодого, для радости, пусть будет. А чего? Почему нет? Конечно. Ты как говоришь про это, как про дополнительную сумочку, когда, ну ладно, пусть будет. Нет, когда в отношениях есть радость, это же здорово. Когда люди друг друга радуют. Когда можно позволить себе просто иметь клевого парня рядом, которого ты любишь. В конце концов, ну что тебе деньги? Ну, сегодня ей заострение. Заработаем, когда мы денемся. Ну, не такого, наверное, мужчину, она себя представляет рядом с собой. Слушай, какой-то плохой, ты неправильно привелась. Она сговаривает, она просто не знает, как сказать, что мы не сложили. Нет, а у нее загрузило. Мы так с Тасикой здесь захвалили, что у нее уже, посмотри, губы кусает, грузит глаза. Нет, я уважаю выбор в любом случае. Я не буду ему, как бы, он в любом случае будет слушать свое сердце. Просто я пытаюсь вот понять, зачем девушке в 29 лет такой вот маленький парень, 23 лет. Я вам отвечу. А может, у нее... То же самое. Вот у него есть стереотип. Ему нравятся женщины постарше и в теле. Ему-то понятно, я знаю. А чего взяли, что мне не нравятся, как раз-таки, стереотип молодого худенького мальчика? Может, это быть? Вот я и спрашиваю. Нравится. Все. Короче, Наташа, покажите сюрприз. Сейчас будет сюрприз. Естественно, это огурцы, которые она сама закатала в банку. Так, правда, бывает. Я бы хотела тебе рассказать о своем, ну, может быть, тайном желании. Пусть это будет звучать в этой песне. Ребята, я замуж собралась. Мужчину я к себе ищу, но в дом артиста не пущу. Чтоб не делил со мной мой муж мою помаду и лифту. Я не хочу, чтоб у зеркала, сам себя бы человал. А мне за мир в ночи любви дарил автограф из твоей. Замуж за нормального, больше не шучу. Замуж за нормального, быть и я хочу. Она большая, молодец. Она меня покорила. Замуж за нормального, замуж за нормального. Даже пущий кипс. Замуж за нормального. Можно? Убалить. У меня свалилась клапина, я жива. Прекрасная пара, прекрасная. Спасибо вам огромное. Посмотрите на нас из своей комнаты. Вы можете уже пройти. Надежда и Евгения, я вас слушаю. Я поняла коронную фишку Стаса. Вот как он располагает к себе таких вот женщин. Он вот прижмется к ним вот так вот головкой, и вот они вот его как сыночка вот так вот охаживают, оберегают. Ну, я честно могу сказать, мне вторая одежда больше понравилась. Мне нервозность, да, вот такая вот. Я вообще такой человек по жизни. Стасик, выбери меня, выбери меня. Я готова, я согласна. А как вам, невеста? Мне понравилась, мне кажется, вот именно такой типаж Стасовой нужен. Крепкая, сильная женщина, которая будет для него очень крепкой опорой. Да ты самая суперская, что ты переживаешь. Да, вообще, произвела отличное. Я пока не слышала от него никаких стасов. Наташа мне в танце очень понравилась, я люблю танцевать. Ну, она меня прижала так, я аж прям очень возбудился. Ну, комическая была пара, да. Интересно, я просто уже представила эту свадьбу, мамины слезы, пьяных гостей, которые так стоят на одной ноге, а вторая так, знаешь, так туфля с ноги, где-то рядом, вот эта с сигареткой. Да, пьяненькие гости. Гостьи, повезло Натахе. Ну, можно и так, а почему бы и нет. Как тебе, Невестка? Все люди, которые рождались под знаком Стрельца в 70-х и начале 80-х годов, обладают, ну, определенными сходными чертами, потому что у них Солнце соединялось с Нептуном. Они производят впечатление вполне нормальных, адекватных себе людей, с которыми можно нормально общаться. Все, что происходило, собственно, с Наташей. Но они как бы не от мира сего, чуточку. И если общаться с ними лично, становится понятно, что там есть ряд особенностей восприятия. Некоторую информацию они не слышат, просто игнорируют. Они живут как в тумане в некотором. И у каждого этот туман свой. Какую-то информацию принимают, но действуют парадоксальные по-своему. Поэтому здесь она была абсолютно предсказуемой нормальной женщиной, но в этой жизни ей нужен другой мужчина, потому что до нее достучаться мужчина нужен более активный. Вы спокойный, легкий, податливый в отношениях, но ей нужен мужчина другого типа. Более напористый, пробивной, более активный. Поэтому, конечно, не ваша история. А почему они не позволяют ему самому сделать выбор? Почему они за него выберут? Почему эта девочка... Тебя достучаться надо молотком. Ну, видимо, да. Нужно взять молоток, хватит ему не постучать по голове. Через несколько минут мы вернемся. Не переключайтесь. Надежда, Евгений, все-таки кого желаем нашему другу, Станиславу? Мне кажется, мой выбор очевидный, потому что я выбираю вторую девочку, Настя, да, зовут ее. Она молоденькая, она ему больше подходит по возрасту, она по темпераменту, она такая зажигалка. Вот ты мне самое главное скажи, несмотря на то, что я против, вот он тебе как, Стас? Я думаю, что я выдаю, если он зайдет. Ну, хороший мальчик, мне кажется, он хороший, очень добрый. Ты уверена, да? Позитивный. Я думаю, что можно попробовать. Женя? Мне понравилась первая участница, Лиза, вот мне кажется, все-таки по эмоциональному они больше похожи. Ну, Станислав мне понравился только как друг, как хороший знакомый, не более того. Я хочу в мужчине видеть защиту, в нем я защиты не вижу. Вот, я считаю, что есть шансы у меня, да, и у Анастасии, у второй девушки. И если он сюда зайдет, ну, я выйду его поддержать, не более того. Хотела сказать спасибо всем трем девушкам. Все по-своему понравились. И Наташа, и Лиза, и Настя очень интересные девушки. С ним было бы интересно дальше встречаться, общаться. Но я уже сделал свой выбор. Настя украла буквально мое сердце. Вы мне так нравитесь, Стас. Вы такой парень отличный. Вот побольше бы таких ребят. Поэтому, когда начинаете цинать в адрес нашей молодежи сегодня, мне это дико раздражает. Вы и есть наш генофонд. Вы, Анастасия. Поэтому вы должны быть вместе. Вы потрясающие. АПЛОДИСМЕНТЫ Станислав, есть такой как бы негласный закон, конечно, это ненаучно доказанный факт, что, в принципе, конечно, выбирают женщину, но инициативу все-таки должен проявлять мужчина. И вы эту инициативу вот рассказывали, да, вот там про женщину старше, там, к 50-ти. Инициативу все-таки вы проявили, в общем-то. Сегодня потрясающая невеста, но вот той самой мужской инициативы я не видела. Поэтому я, конечно, рекомендую выйти с Настей, потому что она молодая. Даже если у вас там что-то не сложится, не так обидно будет. Потому что если Наталья, 29 лет, ей такие эксперименты, ну куда уже просто ей это? Жалко, девчонка. Поэтому выходите с Настей и проявите эту инициативу, если действительно зажгло. Он интересный, что-то. Чем он тебе понравился? Мне он сразу понравился. Чем? Он милый. Милый? Ну, а еще что? Вы футболист. Не, ну, это я мог здесь взять мяч, понимаешь, что ты бы ко мне не вышла. Ну, ребят, ну, я не знаю, это энергетически, понимаете? У нас чаще бывает, что нам герой нравится, но астрологически я понимаю, что он не идеал для конкретного жениха, например, сидящего в студии, или для конкретной невесты. Но сегодня, мне кажется, удивительность течения обстоятельств. Настя нам всем и понравилась, и впечатление произвела, и астрологически она вам, правда, неплохо подходит. Правда. И Елизавету тоже я бы рассматривала, если бы не было Насти. Настя. Ну, поскольку вы определились, Стас, бегом просто к своей девушке, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4-4-ки. Мария, 24 года, номер 1990. Помощник руководителя в нефтегазовой компании. Гордится своей исторической родиной. Мечтает открыть ресторан еврейской кухни. Выйдет замуж за дипломатичного мужчину с задатками лидера. Марина, 29 лет, номер 1991. Менеджер по развитию информационно-новостного портала недвижимости. Предупреждает, что страдает синдромом отличницы. Выйдет замуж за доброго, перспективного мужчину. Мы не знаем, выйдет Станислав один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, привет! Я люблю тебя до слез! Настя, я думаю, поближе познакомимся, и там уже... Ну давай! Как в пепелый раз! Без лжи красивых фраз! Это облака из роз! Поздравляю вас! Спасибо! Да-да-да! И вы молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Станислава и Анастасии. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-4-ки. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи, спасибо. Вот если у ребенка сахарный диабет, а он тянется к конфете, вы же ему не дадите, правда? Наклоняйся. Нет, нет, нет. Вот так. Ау! Большой рот! Я глуп, необразован. Артем, застрелитесь. Я расту и постоянно расту. Молодец! Господи, одну умную услышала фразу. Я буду печь пирожки. Мне кажется, что тон темнется. Вот вам просто краковяк в пересядку в постели, и вы в Титаники просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!